Вот эта светоотражающая краска, она уже вся полностью. То есть уже не так ярко светит? Так она вообще практически не светит. Конечно, светоотдача у него не такая, которая, в принципе, соответствовала ГОСТу. Такой же светильник тоже видно, что он уже выгорает, само стекло уже помутнело. Ну и светоотдача у него, соответственно, конечно, не такая нужная, как нужно было бы. Ржавый светильник пришел в негодность за 11 лет. Около 12 тысяч таких ртутных и натриевых ламп хотят полностью заменить на светодиодные. Это почти половина от их общего числа. Уже заключен энергосервисный контракт на 207 миллионов рублей. Светодиоды начали ставить на Селингинском мосту, на улице Иволгинской, на спиртзаводском тракте, а также в Истоке и на Ключевской. Потребляют они в 6 раз меньше, а светят в 5 раз ярче. И вам наглядно показываем мощности. Он устанавливается у нас на магистральных улицах города, на центральных улицах. То, что поменьше светильники, они уже идут в зависимости от 25-ваттных, 40-ваттных. В зависимости от напряжения, от мощности, то есть устанавливаются в частном секторе или в спальных районах многоквартирных домов. Все фонари находятся под постоянным наблюдением. Если свет потух, об этом тут же узнают специалисты. Если перестал мигать светофор, тоже. Есть сигнализация звуковая. То есть, если какая-то аварийная ситуация возникает, то просимализируют. Вот как сейчас. А что произошло? Так, отключился. Томсомольская, Октябрь, Светопольный объект заключился. Планово. А, ничего страшного, значит, да? Да, планово. А то Ландэнерго включился. Такой сигнал бывает, когда что-то происходит. Понятно. И как часто что-то происходит вне планово? Ну, во время грозовых сезонов частенько бывает. В случае, если погасли фонари, на мониторе сразу же можно узнать причину. Пропало напряжение или кто-то вскрыл щиток. Луч-3 лучу. Луч-3 на свете. Аварийное отключение, щит-601. Выезжаем, производим осмотр. Понял. Выехать на щит-601, произвести осмотр. Из диспетчерской также меняют сезонные режимы работы уличного освещения. А еще автоматизированная система позволяет вести учет электроэнергии. Устранять неполадки отправляется оперативная служба. Если неисправность возникла ночью, выезжает круглосуточная бригада. Снаряжение и инструменты у электриков регулярно проверяются. Вот здесь вы можете видеть стены для испытания пакелажного оборудования. Поясов, когтей, лестниц, лазов. Как бы каждые полгода этот инвентарь должен проходить испытание. Чтобы, не дай бог, кто-то не сорвался. Чтобы не сорвался, не было повреждений за безопасность. Здесь вы видите электроиспытательную установку, на которой мы проводим испытания электрозащитного инструмента. Указатели напряжения, перчаток, бот. Отправляясь на вызов, сотрудники Горсвета должны быть готовы оказать первую медицинскую помощь коллеге, если что-то пойдет не так. Для этого каждый месяц на предприятии проводят инструктаж. Сегодня в Горсвете трудится 105 человек. Каждый день они выходят на работу, чтобы на улицах города было светло и безопасно. Инна Садондукова, Жаргал Сиринашиев. Новости дня.